Уголовное дело о смертельном ДТП сына депутата, по вине которого погибли два человека, рассмотрят в особом порядке. Молодой человек полностью признал вину. Ему грозит до 7 лет колонии. Прокуроры утвердили обвинительное заключение и вот прошло предварительное слушание в Кунашакском районном суде. Напомним, 22-летний сын депутата стал участником смертельной аварии 15 июля прошлого года. Молодой человек управлял Тойотой Марк 2. По данным следствия, на скорости по 200 км в час машину вынесло на встречную полосу, а потом и на обочину. В итоге автомобиль задавил женщину и мужчину, которые шли вдоль дороги. Быстро ехал, если вы видели? Ну, в гордон. Очень быстро? Да. Вот он. Машину отсюда забрали. Ага. И в окон. А вчера, да, забрали или сегодня? Да, вчера. Они шли с восточного магазина. С восточного магазина? Да. Там мы в магазин ушли. И вот здесь он сбил их. По предварительным данным, парень не справился с управлением и допустил занос автомобиля. 58-летняя женщина и 49-летний мужчина от полученных травм скончались на месте. Трагедия больше в том, что лежит частный вот так, самосудовый человек. То есть, и, мне кажется, до сих пор из близких взрывов до конца не верим. Известно, что водитель автомобиля Toyota Mark II имеет стаж вождения 3 года и 50 раз его ловили на нарушениях правил дорожного движения. Но сын депутата, видимо, продолжал гонять. Потерпевшими по делу проходят 6 человек. Все заявили иски на миллион рублей. Пока арест наложен на авто обвиняемого. Он попытался принести свои извинения, но родные его даже не захотели слушать.